Всем привет, вы на канале интересное в деталях. В 2016 году более 30 китов было найдено мертвыми и выброшено на берег. Чтобы понять в чем причина, ученые вспороли желудок одному из мертвых кошелотов, что же они там обнаружили рассмотрим в этом выпуске. Немного фактов, кошелот, самый крупный из зубатых китов и самый крупный в мире хищник. Взрослые самцы достигают 20 метров длины и массы 50 тонн, а самки 15 метров и массы 20 тонн. Они могут жить до 70 лет и больше. Каждые 4-20 лет самки кошелота рожают и заботятся о детенышах больше 10 лет. Международный союз охраны природы уже добавил кошелота в список видов дикой природы, находящихся под угрозой. Потому что с каждым годом все больше этих китов выбрасываются на берег. Следователи взяли на вскрытие 4 самых крупных кошелотов, найденных на берегу Северного моря, чтобы подробно изучить, что же привело к их гибели. В каждом из китов нашли просто неимоверное количество пластика, включая 13-метровую рыболовную сеть, части от автомобильного мотора, пластиковое ведро и даже автомобильные шины. Когда мусор попадает внутрь желудка кита, он нередко наносит вред прямо изнутри, острые края пластика царапают, а иногда и прорывают стенки внутренних органов. Токсичные элементы отравляют животное, а накапливающийся мусор, который никогда не переварится, может давать киту ложные сигналы о сытости, и таким образом кит может умереть от недоедания. Странно и то, что глубоководные кошелоты оказались в достаточно мелководном Северном море. Глобальное потепление, а также смена температуры течений, негативно повлияло на способность кошелотов правильно ориентироваться под водой. В природе у кошелотов нет врагов, однако, как видите, его отношения с человеком вряд ли можно назвать дружескими. До 1980-х годов было широко распространено китобойство, и численность кошелотов серьезно уменьшилась из-за постоянной охоты на этих животных. Сейчас охотиться на кошелоту запрещено, но влияние человека по-прежнему губительно для них, загрязнение мирового океана прямо сказывается на уменьшении численности этих величественных китов. И не только китов, увы, от мусора в воде страдают также и другие животные. Поэтому давайте любить и охранять природу. Ведь, если мы не будем относиться к природе с должной любовью и вниманием, что мы оставим нашим потомкам. Если не охранять природу, животные не смогут жить без нее. Без природы не сможет жить и человек. На этой грустной ноте у меня все, если тебе понравилось ставь лайк и подпишись на канал, еще увидимся.